МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Тепло, общение, центры досуга пожилых людей возобновили свою работу. Ожившая история и фэнтезийные миры под одной крышей молодежному объединению «Армир» 20 лет. Друзья, прекрасен наш союз. В Сарове отметили День лицея. Далее расскажем обо всем подробно. Центры досуга пожилых людей возобновляют свою работу после летнего перерыва. Вниманию ветеранов будет предложена обширная развлекательная программа, а также встреча с представителями администрации Сарова, КБ-50, Управления социальной защиты населения и других городских организаций. О том, что готовят для пенсионеров центр внешкольной работы, расскажем далее. Встретиться с друзьями, завести новые знакомства, а также узнать актуальную информацию о социальных выплатах или работе врачей пожилые саровчане смогут в центрах досуга, которые возобновили свою работу с 25 октября. Для ветеранов готовят обширную развлекательную программу, а также встречи с представителями администрации Сарова, КБ-50, Управлений социальной защиты населения и других городских организаций. Конечно, мы все знаем, что люди, уходя на пенсию, частично уже лишаются какого-то общения. Поэтому в центрах досуга первая задача – это общение пожилых людей, чтобы они могли пообщаться друг с другом, заразиться положительной эмоцией, и чтобы на долгие-долгие годы эта положительная эмоция с ними шла и по жизни. Центры досуга работают в нескольких точках города – на базе библиотеки Маяковского и комплексного центра социального обслуживания, а также в клубах по месту жительства «Мечта и восход» центра внешкольной работы. У нас организацией досуга в учреждении занимается Кучера Светлана Юрьевна, замечательный педагог, который готовит цикл программ «Знакомые все лица». Так как это пожилые люди, то мы, естественно, для этих программ берем известных деятелей искусства, актеров, певцов тех времен советских, которые знакомы нашим бабушкам, дедушкам, которые с удовольствием слушают историю их жизни. Подробнее о работе центров досуга в клубах «Мечта и восход» можно узнать по телефону 98101 и 94390. Общественный помощник уполномоченных по правам человека Екатерина Скворцова проведет личный прием граждан 2 ноября с 16.00 до 17.30 в 102 кабинете администрации. Общественный помощник в пределах своих полномочий может рассматривать обращения, касающиеся фактов нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, и жалобы на решения или действия бездействия исполнительных органов, государственной власти, организации, учреждений, физических лиц. Попасть на прием можно по предварительной записи по номеру 99028. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Бесплатные путевки для детей от 7 лет до 16, включительно в загородный санаторно-оздоровительный центр «Золотой колос» в Арзамасском районе, предоставляет Управление социальной защиты населения. Смены пройдут с 8 по 28 ноября. С 30 ноября по 20 декабря и с 23 декабря по 12 января. Подробная информация по телефону 98121. Транспортный налог за этот год отменен для добровольцев и мобилизованных нижегородцев. Эту инициативу губернатора поддержали депутаты Законодательного собрания. Речь идет о налоге, который должен оплачиваться в 2023 году до 1 декабря. Льгота распространяется на одно транспортное средство собственника. Автомобиль с двигателем до 150 лошадиных сил, мотоцикл 36 лошадиных сил или моторную лодку до 30 лошадиных сил. Нижний Новгород украсят к Новому году. На эти цели выделят почти 50 миллионов рублей. Данные о заказе размещены на портале госзакупок. Украсят город к началу декабря, а украшения уберут в конце февраля. В новогодние каникулы в столице региона пройдут традиционные елки для детей и благотворительные мероприятия в театрах и развлекательных центрах. В парках и скверах зальют катки. Турниры по фехтованию, сюжетные и ролевые игры, костюмированные балы, ремесленная деятельность. Вот уже 20 лет в нашем городе существует молодежное объединение «Армир», которое известно далеко за пределами города. О том, как начиналась его увлекательная история, расскажем в следующем репортаже. Захватывающие приключения, судьбоносные сражения, разные исторические эпохи и даже вселенные. Вот уже на протяжении 20 лет участники молодежного общественного объединения «Армир» Центра внешкольной работы оживляют историю. Проводят турниры по фехтованию и стрельбе из лука, устраивают костюмированные балы и сюжетные ролевые игры. Что касается изучения истории, те дети, которые приходят к нам на уроки, они получают те знания, которые в школе, в школьной программе не предусмотрены. То есть времена Ивана Грозного, там хорошо, если пара сторонниц в учебнике посвящены. На самом деле это очень богатая историческая эпоха, равно как и смутное время, где происходили очень интересные события, о которых большинство наших городов не догадывается. «Армир» отмечает в этом году 20-летие, однако история ролевого моделирования в нашем городе началась гораздо раньше. В 90-е годы ролевики собирались в лесах. В гараже одного из участников Максима Бурнашова пробовали делать оружие, мечи и доспехи. Проверяли в деле все это по выходным в лесу за кремешками. С 2001 года у сообщества появилась первая официальная база – Клуб «Горизонт». Точка отсчета Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции считают 2002 год, когда руководитель движения Николай Микейчук написал первый устав организации. Тогда было, прямо скажем, непросто, а в отсутствии интернета. То есть тогда издавались печатные издания ролевые, в которых можно было с чем-то ознакомиться. Но и появились первые конвенты, то есть тематические конференции. В нашей Нижегородской области, кстати говоря, первая конференция «Волк» прошла в «Березке» в нашем лагере. Да, если не ошибаюсь, в 99-м году важно. В 2010 году в Армире стартовал проект военно-исторической реконструкции «Стрелецкая слобода», который получил поддержку на форуме «Время выбрало нас». С тех пор стрельцы Армира стали одной из визитных карточек города. В том же году дебютировала студия исторических танцев «Пляшущие человечки», основана Марией Чертилиной. К слову, на первых занятиях кавалеров было больше, чем дам, а потому и танцевать им приходилось друг с другом. Техтовальщики почему-то сбежались все, им было интересно. И Вася намекал им, что тот, кто владеет латерализацией собственного тела, умеет отличить правую половину от левой, а руку отличает от ноги, эффективнее в бою. И, короче, кто лучше танцует, тот лучше сражается. И они пришли все, было так классно. Это лишь часть работы, которой занимается Армир. Также в отделении развиваются направления по фехтованию, ремесленной деятельности и активно пополняется музей живой истории. Подробнее с их работой мы познакомимся в выпуске программы «Пешком по Сарову». Для общей пользы таким стал девиз Царскосельского лицея, указ об основании которого подписал император Александр I в 1810 году. С тех времен все лицеи страны отмечают свой праздник. Мероприятия прошли и в лицее номер 15. Леана Чугреева – молодой педагог в 15-м лицее. Сюда она пришла работать учителем русского языка и литературы в этом году. За Леаной Мерзеевной также закрепили классное руководство пятым А-классом. Молодого специалиста всегда поддерживают коллеги и руководство. Хоть Леана Чугреева работает в лицее еще не так долго, она уже осознала, что попала в правильное место. Большая честь работать с такими опытными коллегами, с такими замечательными детьми и, конечно же, благодарными родителями, которые всегда помогают мне и в учебном процессе, и во мне учебной деятельности. Одно удовольствие – работать в 15-м лицее. Ко дню лицея ребята 5-го А-класса вместе со своим классным руководителем подготовили театрализированную постановку. Репетировать ученики начали еще в сентябре. День лицея для учащихся – это возможность поблагодарить педагогов и сказать спасибо за те возможности, которые открывает перед ними лицей номер 15. Я хочу сказать спасибо ему за знания и за друзей, так как в лицее у меня появилось много новых друзей. Я узнала много нового и узнала, что есть разные предметы. Лицей мне подарил очень много знаний, также весь наш класс очень уважает всех учителей наших. Также в этой школе нам нравится учиться больше, так как мы в этой школе ощущаем себя намного старше. В прошлом пандемийном году день лицея проходил в конкурсном формате. Ребята предоставляли работы на суд жюри. В этот раз мероприятия в лицее номер 15 проходили на протяжении всего дня. Каждый класс подготовил свой творческий номер по общей теме – лицей вчера, сегодня, завтра. Также на празднике вспоминали историю учреждения, отмечали его основные успехи и достижения, поздравляли педагогический коллектив и самих лицеистов. Конечно, мы подводим итоги прошлого учебного года. По итогам единого государственного экзамена в прошлом году 4 лицеиста получили на экзамене 100 баллов. В лицее славятся и своими медалистами. По итогам прошлого года 19 выпускников получили золотые медали, что, конечно, очень высокое достижение. В день лицея на сцене прозвучали и вокальные номера, а театральная студия «Зеркало» представила зрителям свой новый спектакль. Учиться ради знаний, а не оценок. И главное – помогать людям. Студент Косаровского медколледжа Екатерина Вилкова стала призером в конкурсе с международным участием Балаковского медицинского колледжа «Лучший студент медик СПО-2022». Не все герои носят плащи. Медики, например, носят халаты. Когда я надеваю свою рабочую форму, я чувствую ответственность за все живое на этой земле. Так о своей будущей профессии в видеовизитке рассказывает студент Косаровского медколледжа Екатерина Вилкова. К конкурсу «Лучший студент медик СПО» она подошла серьезно и ответственно. Впрочем, скурпулезно относиться к поставленным задачам вошло не в привычку. В учебе Екатерина считает самым важным не оценки и поощрения, а знания, благодаря которым она будет помогать людям. Настоящий студент года должен быть примером для других студентов. То есть не пропускать пары, учиться хорошо. Должен учить материал не только для того, чтобы получить оценку, а просто для того, чтобы знать, просто для того, чтобы это усвоить и потом использовать в профессиональной деятельности и быть профессионалом. Помимо успехов в учебе, конкурсанты должны были представить на суд жюри информацию об участии в общественной жизни колледжа, волонтерстве, патриотических мероприятиях, спортивных достижениях и просто личных интересах. Екатерина возглавляет волонтерский отряд МИК «Милосердие и гуманизм». С 2020 года я являюсь в нем лидером и это моя основная волонтерская деятельность. То есть мы участвуем в событийных мероприятиях, мы помогаем приюту для животных, мы помогаем детям. Каждый год первокурсники проводят сказку для детей в отделениях. То есть много чего еще. По итогам проделанной работы в конкурсе «Лучший студент медик СПО» Екатерина Вилкова заняла второе место. Желаем ей дальнейших профессиональных успехов. В этом году СРФТИ и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Москаева заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты Саровского физтеха смогут заниматься боксом под руководством опытных тренеров. Как будут построены занятия, расскажем далее. Андрей Маков занимается спортом со второго класса. В бокс Андрея привел папа. Было время, когда молодой человек брал паузу и откладывал в сторону боксерские перчатки. Но, несмотря ни на что, снова возвращался в зал. Потому что, как сказал Андрей, бокс стал частью его жизни. В секции бокса при СРФТИ студент не только посещает тренировки, но и выступает помощником тренера. Если нужно, поможет, как он заменяет тренера. То есть, если Леонид Владимирович куда-то не может, получился, то я могу провести тренировку за него. На соревнованиях где-то я могу сказать ребятам, помочь им тоже в ВВУ, как секундант. Вот, готовить их перед боем, настроить. То есть, вот такие задачи. В этом году Саровский физико-технический институт и спортивная школа Олимпийского резерва по боксу имени Олега Москаева заключили соглашение о сотрудничестве. Это стало толчком для развития бокса при институте, дало возможность привлечь в спортивный зал новых ребят. Также, благодаря сотрудничеству, студенты могут работать с тренером спортивной школы Олимпийского резерва по боксу Леонидом Владимировичем Тужилиным. Мне нравится заниматься, они взрослые, они вдумчивы, понимают. Я понимаю, что из них чемпионов не вырастет, потому что они уже взрослые, и надо начинать чемпионов растить с маленького возраста. Но я думаю, что это не самое главное чемпионство. Самое главное, наверное, в наше время – это растить и патриоты. Патриоты рождаются в таких коллективах. Секция бокса при Сарфатеи существует давно, но недавно зал бокса переехал в новое общежитие института. Здесь Леонид Тужилин оборудовал помещение своими руками. И все это для того, чтобы поддерживать и развивать студенческий спорт. В начале месяца воспитанники тренера участвовали в открытых матчевых встречах по боксу в поселке Вознесенское. В секции бокса занимаются и несколько девушек. Пришла я в секцию в начале учебного года, то есть я хожу сюда с сентября. Пришла, потому что видела у нас в ВКонтакте объявление и решила себя попробовать. Было очень страшно, но я переборола этот страх. Наверное, ради этого я пришла, чтобы уметь перебарывать себя, так скажем. В секции бокса могут заниматься все студенты Сарфатеи и других учебных заведений. Тренировки проходят по понедельникам, средам и пятницам в 18 часов в новом общежитии института по адресу улица Чкалова, 57. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА